Снижение размера окружной субсидии не должно повлиять на качество и объемы продукции, уверен на аграрии села Коткино. Сельскохозяйственный кооператив «Раболовецкий колхоз Сула» в новых экономических условиях не только не снижает производство, но и планирует завершить строительство новой фермы на 220 голов. Молочная продукция, поступающая из Коткино, как и много лет назад, расходится в Наринмаре за считанные часы. О секретах сельского производства расскажет Валентина Чибичек. Путешествие знаменитых молочных продуктов из Коткино начинается здесь. 120 буренок и телят проживают в ферме, где за ними установлен круглосуточный присмотр. Сейчас у буренок спокойный зимний период. Регулярный корм, дневной сон и дойка два раза в день. Свежее молоко по трубопроводу поступает напрямую в сепараторный цех. По этим трубам молоко поступает в ванну с фермы. Подоили, оно даже там не хранится. К нам приходит, здесь мы его принимаем. Только приняли. Пробу взяли и ведем в лабораторию, проверять уже жир, все анализы молока проводим. Свежее молоко потом сепарируем на сепаратор, через пастеризатор. Там же мы пастеризуем молоко в магазин. Там же сливки мы вот сегодня вот здесь уже кипятся. Вот эти сливки потом охладим, вылим во фляги и унесем в холодильник на созревание. Потом будем заносить их, вот у нас будет завтра сбойку. Будем вот туда заносить фляги, 10 фляг, накопили и взбиваем масло. Рядом со сливками зреет творог, заквашивается сметана и кисломолочные напитки. По соседству в холодильной камере созревает сыр. А это у нас новая продукция СПК «Сула» – рассольный сыр «Сульский бриз». Первая попытка изготовления сыров на этом предприятии была предпринята еще в 1953 году. Так что можно сказать, что вот эти сыры – вторая попытка. Технология изготовления продукта еще отрабатывается. За основу взяты рецепты пяти рассольных сыров. Инициатором Алексею Игнатьевичу давно уже пытается, года два назад, наверное, книжку мне привез, что читай, учи, будем пробовать сыр. Ну вот пока созревали, пока читали, потом поучились. И учились. Стали пробовать в Угличе, город Углич. Понравилось, вот начали делать. Готовую продукцию тут же фасуют. Антонина Помешкина могла бы работать и без весов, но стандарты надо соблюдать. Вручную разливаем по баночкам, взвешиваем. 250 грамм баночка. А если оказывается больше? Ну больше, вот ложечкой вот так вот убираем лишнее. Расфасованные баночки отправляются на аппарат, который запаивает крышки и проставляет дату. Надо отметить, что все пять работниц маслозавода – универсалы. Могут сепарировать молоко, сбивать масло, упаковывать готовый продукт. Такой подход позволяет работать 7 дней в неделю, сменять друг друга во время отпусков и не снижать объемы производства. А они не маленькие. Сметаной делаем килограмм 70 в неделю. Кефиру тоже где-то до 100 килограмм делаем. А сейчас побольше у нас получается за счет города. Творогу мы тоже варили. Вот три ванны варили, мы в сутки варили по 140 килограмм. В месяц вообще выходила по 38-36 килограмм. Ой, тон. Недостатка в рабочих руках нет. И что примечательно, на маслозавод идет молодежь. Анастасия Коткина пришла на завод по рекомендации своей мамы, Антонины Помешкиной. В городе учеба закончила, сюда приехала, появилось здесь место, освободилась я, пришла сюда. Новичков непременно ведут опытные сотрудники. Например, Валентина Владимировна работает здесь уже 40 лет. От нас передаем свои знания им. Книжки читают, книжки привезла. Как же так учатся? Постепенно. Постепенно, да. Передача знаний позволяет сохранять качество товара. Его покупают во всех печорских селах и на Ринмаре. Но главный судья и критик молочной продукции – жители Коткина. Очень покупаем. Регулярно. Нравится. Что вы еще наберете? Молочку мы всю берем. Собственно, производство так. Расширить ассортимент и объем продукции в магазинах позволят увеличенные помещения. Новую ферму на 220 голов планируют запустить осенью этого года. Сегодня СПК закупает новое оборудование. Внутренняя отделка помещений запланирована на летом. Ввод в эксплуатацию фермы обойдется предприятию в 70 миллионов. Их планируют изыскать от второго направления деятельности – рыболовство. Современной мощности потребуют и новых специалистов. Так, в СПК ждут зоотехника, ветеринара и электрика со знанием электроники. Причин приехать работать в Коткино можно назвать много. Но достаточно и одного аргумента. Коткинчане – народ трудолюбивый и любящий свою деревню. Валентина Чебенчик, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север» и Скоткино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова